Ну и еще что они сделали, это они отказались от нормальной так называемой бумажной технологии проектировки. Те, кто знаком с технологией проектировали, знают, что это такой длительный, мучительный процесс с большим количеством чертежей промежуточных, потом это все изменения надо, корректировки, потом начинается изготавливаться и так далее. Здесь сделали без бумаги, прямо по живому и через три месяца полетели. И серийный образец этой машины, если мне не изменяет память, запустился где-то в сентябре 1942 года. То есть за очень короткое время получился самолет, один из лучших самолетов Второй мировой войны, отечественных, в Латвии. Еще одна история, тоже показательная, это производство стрелкового вооружения. В 1939 году на вооружение был поставлен пистолет-пулемет Дегтярева. Трудоемкость составляла 27 норм часов, вес 6 килограмм. Когда началась война, стало ясно, что надо резко увеличивать объемы этого стрелкового вооружения, а большая трудоемкость не позволяла это делать. И тогда на смену пистолет-пулемета Дегтярева пришел пистолет-пулемет Шпагин. Вес снизился до 5,3 килограмма, на 600 грамм, это 10%, достаточно существенная величина. А трудоемкость снизилась до 7 норм часов. И вот еще, так сказать, в ходе войны в 1943 году в блокадном Ленинграде стали производить пистолет-пулемет Шпагин. Норма часа снизилась до 2,2 часов, вес до 3,4 килограмма.